Жги меня, страдание чужое, Стань родную мукою моей. Мне хотелось написать о Зое так, Чтоб задохнуться вместе с ней. Мне хотелось написать про Зою, Чтобы Зоя начала дышать, Чтобы стала каменной и злою Русская прославленная мать. Чтобы она не просто погрустила, Уронив слезинку на ладонь. Ненависть, ни слова, это сила, Бьющий безошибочно огонь. Чтобы эта девочка чужая Стала дочкой тысяч матерей. Помните о Зое, провожая В путь к победе собственных детей. Мне хотелось написать про Зою, Чтобы той, которая прочтет, показалась. Трубкой снеговою В тыл врага сама она идет. Под шинелью спрятаны гранаты, Ей дано задание, все всерьез. Может быть, немецкие солдаты Ей готовят пытку и допрос, Чтобы она у совести спросила, Сможет ли, и поняла, смогу. Зоя о пощаде не просила, Ненависть, ни слова, это сила, Гордость и призрение к врагу. Ты, который встал на поле чести, Русский воин, где бы ты ни был, Пожалей о ней, как о невесте, Как о той, которую любил. Но не только смутную слезою Пусть затмится твой солдатский взгляд. Мне хотелось написать про Зою так, Чтоб ты не знал пути назад, Потому что вся ее отвага, Устремленный в будущее взгляд, Шаг к победе, Может быть, полшага, Но вперед, вперед, а не назад. Шаг к победе — это очень много. Оглянись, подумай в свой черед И ответь обдуманно и строго, Сделал ли ты этот шаг вперед? Близкие, товарищи, соседи, Все, кого проверила война, Если б каждый сделал шаг к победе, Как бы к нам приблизилась она? Нет пути назад, вставай, грозою, Что бы ты ни делал, ты в бою. Мне хотелось написать про Зою, Будто бы про родину свою. Вся в цветах, обрызганных росою, В ярких бликах утренних лучей. Мне хотелось написать про Зою так, Чтоб задохнуться вместе с ней. Но когда в петле ты задыхалась, Я веревку с горла сорвала. Может, я затем жива осталась, Чтобы ты в стихах не умерла.